всем привет дорогие зрители с вами мистер шпилкис и мы продолжаем прохождение игры проклятый лес прошлая серия закончилась нас довольно интригующе кто-то или что-то усыпил нашего главного героя и он оказался в какой-то пещере выбраться я понимаю возможности скорее всего нет хотя это может быть и не вход а просто что-то похожее на вход что же давайте продолжать наши приключения страшные приключения в этом проклятом лесу еще немножко предыстории вообще как наш герой попал в этот лес я потом немного почитал не хотел вначале читать потому что как правило в описании игры есть всякие спойлеры вот немного прочитал описание оказалось там не так уж много спойлеров нашему герою позвонили из поликлиники что его мать попала в больницу и он ринулся на всех парах поехал и решил сократить через лес как говорится повернул не туда и попал в этот проклятый лес и далее мы с вами видим все события которые здесь происходят так интересно какая-то пещера посмотрите это довольно странные фонари если их вообще можно назвать фонарями что-то из области магии по моему светящиеся кристаллы а ну рассмотрим поближе а действительно посмотрите какой-то светящийся переливающийся камень совершенно непонятного происхождения как вы знаете интересно с такими вот падающими сверху камешками даже страшно продолжать здесь путь очередные совершенно непонятные символы хорошо будем потихонечку разбираться потихонечку вникать а вот это мне кого-то напоминает вот это вот фигурка по моему мы уже встречали эту тень черную здесь периодически так ну делать нечего наверное по любому нам придется лезть в этот туман так ну что ж приготовимся без кримера не обойдется я думаю ого стоп не могу двигаться жесть класс ну круто тихо 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 нет 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 ой жесть непонятно было в итоге что нужно делать бежать на нее бежать от нее ну как я понимаю вниз мы не спрыгнем никак у нас это не получится потому что здесь довольно высоко а здесь нас ждет то самое пятно темная вот она которая уже сначала здесь прохождение вижу это темное пятно постоянно причем я потом пересматривая серию на редактирование на обработке заметил это пятно с самого начала как только наш герой проснулся попал в этот лес встает тут самые самые первые кадры после кат-сцены вступительной там как раз возле него стоит это пятно так вопрос мы сможем здесь спуститься сохраниться чтобы потом подняться наверх неизвестно поэтому давайте лучше пойдем этой дорогой и я думаю что мы так или иначе придем к этому месту сохранением к этому алтарю хотя далеко не факт эта игра может нас привести куда угодно и далеко не факт что мы придем к этому алтарю но тем не менее путь у нас есть и залезть мы сможем обратно хорошо а так посмотрите этот путь у нас с вами оказывается да давайте первый слог перезапишем уже я думаю без разницы этот путь у нас с вами открылся его не было мы в этом месте уже были с вами и видели вот этот символ и этого пути у нас не было значит здесь постепенно открываются всякие новые пути куда можно пойти что можно исследовать так прыгнула вниз темная фигура так как бы намекая нам возможно так хорошо намек понятен но пока мы не будем спешить будем все осматривать все обыскивать потому что здесь попадают всякие записки с интересными историями так у нас с вами вариант какой можно спуститься вниз медленно можно спуститься вниз видимо быстро прыгнув с этого обрыва ну что песня короля и шута поехали так как-то все это выглядит не очень ну конечно вряд ли у нас получилось бы ладно сократили путь главное чтоб сейчас никто за ногу не схватил помню мы так в детстве на всяких озерах до речка когда купались друг над другом так прикалывались так интересно если бы мы пошли этой дорогой мы бы просто прошли да да скорее всего просто прошли все хорошо очередной алтарь с сохранением отлично так а здесь посмотрите много мест которые можно исследовать и записка очередная новая информация об алтарях оказалось здесь находится куда больше алтарей чем несколько мне удалось выяснить что алтари полностью активны только после того как зажжены это будто освобождает некую силу заложенную в них находясь рядом ощущаю прилив сил и чувствую себя в безопасности что звучит довольно странно от человека находящегося в подобном месте у меня есть подозрение что алтари как-то связаны между собой времени остается все меньше с каждым часом это место меняется ощущение что она набирает силы заставляя чувствовать меня мелким ничтожно человеческой прогнила прыгнувшим в котел вода которого вот-вот закипит что же я не буду злоупотреблять гостеприимством этого места нужно успокоиться а ускориться прошу прощения думаю что необходимо продолжать дальнейшее изучение алтарей что-то мне подсказывает что они играют важную роль во всем этом вот смотрите если сделать скрыт текст то можем почитать оригинальную записку с оригинальным почерком человека который писал ее но конечно же прочитать здесь в некоторых местах будет довольно таки сложно поэтому мы будем читать вот такой печатный текст который довольно легко поддается чтению хорошо продолжим много мест куда пойти можно сейчас будем выбирать здесь у нас что пока не берусь делать выводы просто смотрю просто запоминаю эти рисунки символы даже не знаю на что это похоже так внимание либо можно утонуть либо провалиться куда-то скорее всего да как еще можно трактовать этот символ я не знаю ну скорее всего как то так а получается здесь болото с банально можно попасть кто-то и затянет тебя так 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 что происходит снова эта черная фигура совершенно непонятно пока что происходит хорошо музыка музыка успокойся не нагнетай пожалуйста без тебя жутко страшно ох жесть и что не то ладно эти глаза уже не так работают как эти руки вначале причем я почему-то думал что музыка закончилась и все так что происходит этот призрак вот это нечто я даже не знаю как назвать кто это такой монстр или кто это явно получает удовольствие от всего происходящего резвиться с нашим героем вообще как хочет тем временем совершенно не ясно где мы с вами оказались очередной раз нам на глаза попадается вот это пугало какую роль играет он во всей этой истории тоже пока не ясно хорошо продолжим потому что здесь по моему у нас следующий элемент от скелета скорее всего да и это нога давайте посмотрим сохранение прошло скелет элемент ритуал у нас с вами уже четыре из шести так хорошо очередные символы похоже на какое-то жертвоприношение или похоронный обряд какой-то ритуал пока одни вопросы давайте наверное прочитаем записку потом сохранить чтобы не перечитывайте так стоп она тут как-то вот пугало я с детства росла в поселении для меня пугало не было чем-то необычным но в тот день все изменилось один из поселенцев старичок со странной кожей проводил много времени в огороде там он не только занимался урожаем но и беседовал с пугалом все делали вид что не замечали этого когда я хотела спросить папу что с ним он злобно посмотрел на меня и больше не задавала этого вопроса эта странность с пугалом не давала мне покоя через некоторое время решилась и спросила самого старика вы считаете пугало живым спросила я что ты девочка что за глупости пугало лишь оболочка но то что общается со мной через него настоящие она наблюдает за всеми нами и ждет своего времени скоро она будет достаточно сильным и этого не избежать она обещала мне пощадить если я сделаю одну вещь для него но пожалуй никому об этом не говори это будет нашим секретом ответил старик от этого разговора мне стало только более не по себе старик вскоре скончался а пугало сняли но одним вечером когда я смотрела в окно разглядела в темноте знакомый силуэт это было пугало оно стояло недалеко от моего дома будто хотела чтобы я вышла и поговорила с ним утром никакого пугала там уже не было он помогает мне следить за всем мистер сломанная голова хороший друг вот видите немножечко у нас с вами совсем чуть чуть стало более понятно кто такое пугало и почему оно появляется здесь в разных местах давайте идем последовательно фасла там будем сохранять у нас скорее всего на каждую серию будет новое сохранение вот так вот идти чтобы в случае чего перезаписать так вы знаете я определенно думаю что нам в ту сторону но все же хочу немножко здесь походить может быть все таки можно здесь что-то поисследовать если перебираться с кочки на кочку вероятно что мы с вами сможем пройти подальше с другой стороны я думаю так или иначе здесь пути ведут в разные стороны можно пойти туда можно пойти сюда есть вот эти столбики с непонятными символами иероглифами скорее всего которые тоже так или иначе указывают некое направление в котором можно двигаться так а вот мы с вами пришли как раз к тому дереву возле которого черный силуэт темный страшный и непонятный делал какие то свои темные делишки так новое сохранение я не знаю зачем их такое количество здесь ну давайте пользоваться все-таки они светятся потом будут нам давать некий ориентир будем знать что сюда можно зайти и сохраниться в случае чего вот снова-снова этот силуэт посмотрите вот он вот теперь меня мучает вопрос я ушел сюда теперь меня мучает вопрос а что же было там в той стороне ну что ж ладно когда-нибудь я думаю мы это узнаем пока давайте двигаться в этом направлении очередной наскальный рисунок пока непонятного назначения и с непонятным смыслом так ну что как говорится узкий проход жди скримера да я готов нет я не был готов честно вам скажу даже эта бочка меня это умудрилась напугать так ну смотрите если там светится значит мы там были так мы сходили туда где был восклицательный знак и фигурка тонущего человека теперь давайте сходим в другом направлении здесь у нас что здесь у нас карта отлично так мы находимся здесь ходили на болото болото вот у нас тупиковая локация это мы с вами выяснили здесь подвешенный человек возможно имеется ввиду наш герой возможно пугало далее у нас впереди два домика какие-то палатки и довольно таки много всяких разных путей хорошо отправимся снова снова этот олень уже не так меня пугает как в начале игры но в любом случае жутковатое животное здесь у нас явно недоброжелательный кто-то нарисовал эту не похоже что здесь что то есть поэтому давайте поднимемся вверх потому что вот здесь явно есть какой-то путь вверх вы знаете желание идти туда совершенно нет никакого это явно что-то ненормальное а знаете еще в чем проблема я не сохранялся вот у этого камня точнее алтаря давайте мы сейчас с вами это сделаем потому что перед тем как вступить в эту тьму слушайте провод чуть не того ага чутоком не убило скорее всего они не потоком но тем не менее перед тем как вступать в подобную тьму во всякую разную всякие разные непонятные места желательно конечно быть ближе всего к этому месту потому что потом будет непонятно откуда бежать так хорошо заходим бояться мы не будем конечно же ну если только чуть-чуть все я понял намек понял во тьму не заходи не заходи иначе тебе будет очень плохо очень больно так хорошо с этим разобрались моментом ясно очередной подъем наверх давайте попробуем следовать да скорее всего наш герой не имеет возможности залезть запрыгнуть получается что у нас по сути всего лишь одна дорога вроде бы казалось что вариантов много но пока все сводится к тому что направление у нас движение только лишь одно нет-нет-нет-нет-нет-шесть самое интересное я хотел сказать нет я туда не полезу и все равно сорвался последний момент вот вот для чего нужно было сохраниться именно в этом месте представьте сейчас бежать с болота например это было бы явно не интересно первый домик на карте давайте посмотрим карта да первый домик вот он у нас с вами прямо по курсу вот когда проходит автоматическое сохранение всегда немножко немножко жутковато потому что может сейчас выскочить кто угодно откуда угодно я видел тебя я тебя видел по-любому так давайте немножко осмотримся посмотрите что то есть и и кто то есть наверху ух какая жесть а что мы нашли подожди давайте почитаем рунический камень элемент ритуала закрылись все ставни как я понимаю да а эта дверь открывается нет эта дверь на замке у нас получается единственный выход но что-то мне подсказывает что без приключений мы с вами не выйдем из этого места рунный камень я нашел его я нашел элемент ритуала лидер поблагодарил меня и назначил хранить его он выделил мне домик у реки который куда лучше моего старого жилища грядут перемены я буду одним из их вершителей скоро мы смоем грехи с наших земель и поможем людям стать лучше ох всегда вот эти намерения заканчиваются плохо нечто на чердаке намек да небольшой я даже знать не хочу серьезно что за нечто на чердаке а ведь узнать это придется как я понимаю потому что лестница вот она ох ну давай так вы знаете а сколько сколько можно стоять а не сколько скорее всего не можно и не нужно а ну проваливай а ну проваливай дьявольское отротье спасите помогите хулиган зрение лишает ха 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 жесть какая ключ скорее 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 открывай беги жесть слушайте еле еле ноги унесли вот это да 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 мишка то какой веселый а интересно можно зайти нет ну судя по вот этой клубящейся тьме лучше не надо лучше этого не надо делать хорошо здесь мы не были давайте посмотрим записка о я не лидер попросит попросил не трогать его сказав что нам нужно привлечь не нужно привлекать внимание но от этого парня только проблемы помню тот день когда он приехал то что он часто выезжал в город не нравилось и мне и остальным наша общность не нуждалась в таких людях но мы решили дать ему шанс я пригласил его к себе в дом предложив отведать вкусный ужин который приготовила моя жена дабы на встрече с глазу на глаз узнать его получше и понемногу приобщить к нашему стилю жизни но он вежливо отказался тогда я хотел предложить ему вместе поохотиться но он и от этого отказался упоминая случай из своего непростого прошлого мол хочет отныне созидать а не отнимать жизнь меня тошнит от этого парня у него грехи как у всех нас но он думает разрешил что сможет ни с того ни с сего стать святым да кто он такой нельзя просто решить и стать хорошим парнем оставив все в прошлом двуличный подонок вот кто он еще он лезет в дела лидера пытаясь выведать у меня информацию о его семье что за надоедливый тип но ничего может сейчас он неприкасаемый но когда ритуал будет сделан такие как он получат то что заслуживают интересно так а нам бы пора бы сохраниться на самом деле потому что ухуууууууууе естественно событий произошло много ммм как бы приглашаешь да как бы намекаешь совмещенный санузел у нас здесь с вами да ох там записка а заходить не хочется а заходить нужно Так, а здесь у нас что? Плохо видно на самом деле Не так, тут что-то не так Угу, хорошо А время... Ой, жесть! Дай не читать Ох Жестко Так, в любом случае мы прочитаем эту записку Потому что мы ее подняли Так или иначе, я думаю, у нас получится ее дочитать А возможно, вот, кстати, впереди она и лежит Оу Да уж Интересно О времени Как бы я ни старался, не могу выбраться из этого места Поэтому решил бросить попытки сбежать И стать изучать окружение в поисках разгадки Мне удалось выяснить, что каким-то образом В этом месте обитает тень Произошедших событий На первый взгляд, это нельзя заметить Но если попытаться Обращаться на это внимание То можно услышать отголосок прошлого Который все еще живет тут Мои подозрения, что именно это и мешает мне выбраться отсюда Дезориентируя, приводя в заблуждение Я даже не могу сказать, сколько времени прошло в нормальном мире Да, я недаром использую выражение В нормальном мире Окружение будто потихоньку вытягивает из меня жизненную силу Либо я найду выход отсюда, либо это место в итоге прикончит меня Мне нужно сохранять ясность ума Только так я смогу выбраться отсюда И обессмертить мое имя Угу, интересно Тень прошлых событий Возможно, вот это вот и есть Та самая тень прошлых событий Так, что у нас здесь? Где мы снова оказались? В какой пещере? Давайте выбираться на поверхность Так Внимание А до поверхности нам всего лишь рукой подать Посмотрите, можно было бы залезть даже по вот этим корням Но я предчувствую, что Это у нас не получится Так, а вот, получается, мы вышли Да, вышли недалеко от того места, где провалились вниз Давайте еще раз вернемся, посмотрим Все, нечего здесь больше рассматривать Ноги в руки и побежали отсюда подальше Хотя, так или иначе, я думаю, этот призрак, этот тень Черный силуэт, я не знаю, как ее называть Правильно Так или иначе, нас в покое не оставит И будет постоянно здесь за нами следовать И постоянно нам пакостить Так, мы можем сходить сюда Да, только недалеко Получается, скорее всего, у нас с вами одна дорога осталась Но я видел там впереди Синее свечение Может быть, попробовать как-то туда пробраться, добраться Возможно, я ошибаюсь Возможно, нет Но определенно я видел здесь синее свечение А это значит сохранение Вот, по-моему, оно прямо здесь у нас с вами где-то За углом расположено А может быть, попробуем Пропрыгать? Попробуем Потому что пора бы сохранить Времени прошло уже довольно много Все, отлично Но у нас, вроде как, наш герой умеет плавать Правильно? Да Давайте попробуем просто банально проплыть Да, действительно, посмотрите Практически без проблем это все происходит Вода здесь, получается, нам вообще не преграда Это, кстати, очень правильно Потому что во многих играх Вода является действительно преградой Вот не может человек пройти и все Хотя банально переплыть Ну, собственно, в чем, как говорится, проблема Бери да плыви Так, начинается, начинается местный пакостник А ну отстань Так, это намек Я думаю, что это намек Поэтому нужно быстрее здесь пробраться Уже даже, знаете, вот И не сколько страшно, сколько действительно интересно Вот что будет дальше Потому что вот этот пакостник мелкий Вроде как Ни разу еще Тихо-тихо-тихо-тихо Ни разу еще не убил Все время происходит что-то такое Куда-то мы попадаем Засыпаем Просыпаемся в каких-то пещерах Вылезай, я тебя вижу С маскировкой у тебя проблемы Так-так-так-так-так-так Куда идти? Я не хочу идти дальше Придется, придется И вот оно Вот оно, это пятно Я не знаю, честно говоря Связано это пятно Каким-то образом С этим духом-пакостником Непонятно Может быть это Одно и то же Может быть это Разные вещи Так, снова этот олень И посмотрите У нас здесь ванны Очередной раз Оспугало Картина, конечно, интересная Жарить сосиску сидит Прикольно, прикольно Как дела, дружище? Все нормально? Так, хорошо Сверху сохранение Но Немного изучим это место Может быть найдется Какая-то записка Слушайте, а можно сосиску забрать? Друг Угости Будь так добр Картина вообще, конечно, обалденная Ничего не скажешь Так, хорошо Записка есть? Прочитаем, скорее всего И сохранимся, да? Подождите, я не понял Бутылка прилетела сейчас? Или просто упала с этого алтаря? А-а-а Пакостник-то Вот он уже Смотрит на меня Посмотрите Уже все Сосиску больше не жарит Хорошо Поход 21 октября Последние месяцы Мне приходилось проводить В тесной комнатке Вооруженный паяльником Я упорно работал Над моим радиоприемником Мой студенческий проект Нужно закончить к апрелю У меня еще много времени в запасе Поэтому я решил Вместе с друзьями Отправиться в путешествие Подальше от этой городской суеты Нам хотелось выбраться В какое-то необычное место С любопытной историей Которое было бы подальше От цивилизации Юра предложил Идеальный вариант Пора собираться На встречу с природой 25 октября Первый день поездки И уже неудача Нам не продали Горячительное Сказав Что мы слишком молоды А нет Это серьезно Пришлось Накупить лимонады Но к счастью Семен взял с собой фляжку И сделал Нам лимонад Поинтереснее 26 октября Мы установили палатки Развели костер Хотя перед нами Перед этим Нам пришлось Неслабо Промочить ноги Проходя по маленькой Речушке вброд После тесной машины Было Большой радостью Разжечь костер И насладиться Местными пейзажами Это место имеет Много жутковатых легенд Также тут часто Пропадают люди Поэтому Николай Не упустил Поэтому Николай Не упустил возможности Вспомнить Пионерские времена И рассказать Несколько страшилок О черных-черных домиках С черными гробиками То ли его истории Так повлияли То ли лимонад Но это место Кажется мне все-таки Жутким С каждой минутой Надеюсь С нами тут ничего не случится Иначе будет обидно Если я так не сдам Свою зачетную работу 27 октября Людмила, Рустем и Зинаида Перепили лимонада И устроили Настоящий дебош Бедный Странный камень Напоминающий алтарь Был тут же Закидан бутылками А видео наверняка Заинтересовал бы ребят Из археологического факультета Местность здесь Очень дикая В этом я убедился сам Когда чуть не свернул шею Споткнувшись Об сук Эти чертовы деревья Они словно ставят под ножки И хихикают над нами Также мы обнаружили Загадочную лестницу Ведущую куда-то вверх К сожалению Нам было очень трудно Забираться куда-либо Учитывая наше состояние Но мы обязательно Сходим туда в следующий раз 28 октября Я надеялся Что этот поход Поможет мне Признаться Людмиле В моих чувствах Еще с первого класса В нее влюблен Но Рустем полностью Овладел ее вниманием Ох уж этот Рустем Вечно получает Всех девушек Лучше бы мы не звали Его в этот раз Увы Это было Не мне решать Будь моя воля Вместо него Поехал Второй Юра 29 октября Георгий собрался Побродить по окрестностям Но вскоре вернулся Заявив что видел Нечто страшное Со сверкающими глазами Рустем засмеялся Над ним Говоря что он Перепил лимонада Решив использовать Эту ситуацию Как очередной повод Для выпендрежа Перед девушками Он заявил Что пойдет туда Где Георгий увидел Это существо И сам со всем разберется Девушки Отговаривали его Но он был настроен Решительно И решил Дальше Изображать героя Я не могу поверить Во все это Все произошло Настолько быстро Что до сих пор Не укладывается в голове Рустем вернулся Точнее дополз Обратно Весь в крови Бегите Это были последние Слова Которые он сказал Перед тем Как испустил дух Все убежали В рассыпную От нашего Палаточного Городка Но в какой В этом смысл До ближайшего города Пара десятков километров Почему мы бежим И куда Самое худшее Что я отстал От нашей группы И теперь Совершенно один в лесу Я продолжаю писать В надежде Что если сюда Придет спасательная группа То они найдут Эти записки И не бросят поиски Нас или наших тел Я все еще пытаюсь Цепляться за жалкие надежды Пережить этот кошмар И зачем мы только Собрались ехать В это проклятое место Слушайте неплохой Сценарий для фильма Ну хотя таких фильмов В принципе полно Но тем не менее Алтарь да Посмотрите С характером На меня говорит Ставить всякие бутылки Не позволит Ну собственно правильно Нечего Интересно прям Дневник прочитал Прям классно Классные впечатления Обалденные А ну вернемся К нашему товарищу Сосиску он дожарил И видимо съел Да Получается что так Вот тот самый лагерь Вот те самые бутылки Из под лимонада Лимонада у них Слово было Довольно таки много Да Ребята явно здесь Повеселились на славу Что ж Продолжим наше исследование Наши хоррор Приключения Так ну Я жду Когда Когда Давай Давай чертик Выскакивай Так а здесь Уже более Дружелюбная У нас Физиономия Нарисована Видимо Про вот эту Лестницу вверх Шел разговор Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу Какая жесть Да Мелкий пакостник В своем Репертуаре Продолжает Всякие Ловушки Нам устраивать Чувствую Это все Далеко не Последняя Ловушка Которая Нас Здесь ждет Но Предугадать Все это Уже Становится Довольно таки Просто Так давайте изучать Что здесь У нас с вами Очередные символы Какого-то Поклонения Ритуала Чего-то такого Потому что Много фигурок В таких позах Интересных В позах Молитвы В позах Поклонения Что-то такое Две дороги У нас Можно пойти сюда Можно пойти туда Давайте пока сюда сходим Такой символ Мы уже встречали Похоже на какие-то Вот Ворота из камней Что-то подобное Вот это похоже на Какой-то Алтарь Такой Для жертвоприношения Или для погребения Что-то вот такое А что Вот это Даже не знаю Дым Фонтан Возможно Это действительно Жертвоприношение Где сжигали Здесь Кого-то в жертву Возможно Так Вижу сохранение Хорошо Здесь у нас тупик Получается Никуда Более мы тут Не попадем Вариант Пойти Наверх Нет Скорее всего Не вариант Я думаю Вряд ли мы залезем Здесь А вот сюда Мы с вами Пойдем Так Намекает нам Мостик чудесный Беги Беги быстро Так Вот Посмотрите Вот подобные Ворота из камней Нечто похожее Как мы видим С вами На скальных Рисунках Так А там Что-то лежит Возможно Очередная Часть Для ритуала Руины Руины Одно Из немногих Мест Которая По-прежнему Хранит В себе Кусочки Истории О давних Событиях Произошедших Здесь Многое Осталось Нетронутым В силу Того Что Эта Территория Труднодоступна И таит В себе Немало Опасностей Судя По предметам Которые Мне удалось Обнаружить Здесь Производился Некий Ритуал Исходя Из его Концепта Он Напоминает Старомодные Жертвоприношения Нет даже Намека Что этот Ритуал Имеет Какую-либо Связь С религией Или культистами Тогда Для какой Цели Этот ритуал Был сделан Эта загадка Начинает Увлекать Меня Я чувствую Что здесь Смогу Получить Ответы На вопросы Гораздо Глобальнее Чем просто Объяснение О произошедшем Инциденте Когда Это дело Будет завершено Мое имя Будет навсегда Оставлено В истории Мое открытие Совершит переворот И каждый человек Запомнит Мое имя Какое имя Друг Ты бы подписывал Свои записки Свои бумажечки Чтобы нам Хотя бы знать Какое имя В итоге Должен запомнить Весь мир Так Хорошо Продолжаем Дальше Страшно Но Ничего не Ничего Не поделаешь Ну вот Я тебя видел На самом деле Я тебя видел Я в любом В любом случае Конечно Туда пойду Но я тебя видел Вот Посмотрите Один из кристаллов Светящихся Мы с вами взяли Возможно Нам пригодится Для чего-то В будущем Возможно Мы сможем Как-то Пользоваться Этими кристаллами Чтобы освещать Нам дорогу А ну посмотрим Кристалл Из него Исходит свет Теплый На ощупь Надеюсь Его применение Интереснее Нежели Вернуть На место Хорошо Так Ну что ж В принципе Я готов К чему Не знаю К скримеру Например Ай-яй-яй Нет Пока Подождите А вот Вот Интересно То есть Можно Изгнать Тьму Так скажем И Мы имеем Следующую часть Пять из шести К слов Конечно Это интересно А как бы нам Кристальчик забрать Никак Это конечно Интересно Но Пока Даже Никакого Намека Нет На то Где нам Искать Это место Для ритуала Жалко Больше не берется Так Аккуратно Главное Не спешить Здесь Потому что Очень Очень Все Круто Вот То Самое Место К слову Которое Я пытался Взобраться Посмотрите Загорелись Фонари Фонари Ведь не горели Тогда А вы знаете Что Скорее всего Вот эти Зажженные Фонари Так Кто-то Нас Угощает Здесь Чем Помидорами Яблоками Что это Такое Да подожди Ты есть Там же Записка Какая Подожди Хватит Хватит Жрать Ой Жесть Яблоки Отравлены Ну конечно Же Конечно Черт Побери Логично Же Все Но сперва Бывзял Записку Потом Давай Есть Как будто Век Яблок Не ел Честное Слово Так Так вот Я мысль Свою Не закончил Возможно Эти фонари Разогнали Ту тьму Через Которую Мы не могли Пройти Ничего себе А Вот Смотрите Первый раз За все Время Этот дух Действительно Нас Прикончил Нашего Героя Ну что ж Тогда яблочки Просто не буду Есть Неудивительно Слушайте А вот С другой стороны А как Действительно До конца Это понять Вот что Мне нельзя Есть эти яблоки Ну вот есть Да Вариант С ними Взаимодействия Причем Мне Совершенно Не дается Никакого Выбора Как с ними Взаимодействовать То есть Просто взять Или например Не брать Я вот ведро Переверну А яблоки Есть не буду Так Сохранение У нас недалеко Поэтому скорее всего Мы не будем Терять времени И пойдем Сразу сюда По освещенной Дороге Как то Вот в этом моменте Конечно Есть небольшой Косячок С логикой То есть Я же ведь могу Взять сперва Записку Сперва Записку А потом уже Там яблоки Есть или не есть Я их могу В принципе Не есть Почему Почему герой Сразу начинает Огалдело Их Сжевать Я не понимаю Так Игрушки Мне здесь очень одиноко Периодически сюда приходят игрушки Которые помогают Скоротать мне время Они все столь глупы Жадны И трусливы Предлагают своих друзей Обманывают Пытаются найти Чем поживиться Предают Прошу прощения От этого Еще интереснее С ними играть В конце концов Мои игры Ломает их Но не беда Всегда появляются новые Надеюсь Когда-нибудь Ко мне Придет более Живучая игрушка И тогда начнется Настоящее веселье Ох Жутковато Выглядит Это все дело Этот текст Его смысл Еще более Жутковато Выглядит Этот мишка Сидящий На дороге Так Хорошо Не знаю Зачем Но мы Взяли Эту игрушку С собой Что ж Давайте дальше Продолжать Как все таки Атмосферно Вот я прям Хочу даже вернуться Серьезно Просто насладиться Вот этой тропинкой С фонарей Точнее Освещенной фонарями Смотрите Как классно Сразу вспоминаешь Всякие такие вот Ночные Вечерние прогулки Особенно В такой Провинциальной местности Где вот подобные Фонарики горят Таким теплым Желтым Светом Очень круто Впереди Вижу сохранение Давайте попытаемся Добежать до него И сохраниться Так Сердцебиение Нам уже Периодически Как бы намекает Сохранились Хорошо И сразу Посмотрите Вот после того Как мы сохранились Начинают подсвечиваться Вот эти вот Столбики С иероглифами Или символами Не знаю До того момента Подсветки Нет А вы знаете Давайте мы Скорее всего Вот с этого места И начнем Следующей серии Потому что Серия у нас Уже немножко Подзатянулась Вот отсюда Мы с вами Начнем Изучение Дальнейшей Этого леса Проклятого Разгадывать Его тайны Спасибо что Посмотрели это видео Если вам оно понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал В комментарии Обязательно пишите Ваше мнение По поводу этой игры Этой серии Канала в целом Все пожелания Предложения Все Пишите в комментариях Я их читаю И увидимся В следующей серии Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok